Что может пригодиться одновременно и бойцу ММА, и обычному человеку, который хочет поднаторить в единоборствах? Вариантов ответа много. Один из них – грэплинг. Вид спорта, который стал симбиозом сразу нескольких борцовских дисциплин. Возьмем Хабиба Нурмагомедова. Эталонный грэпплер, так скажем. Что такое грэпплинг? Это контроль. Контроль и как в стойке, так и в бартере. Грэпплинг развивается в Тюменской области уже порядка 7 лет. Начинали с малого, но в поступательном движении никогда не останавливались. Один из важных показателей, естественно, количество участников на соревнованиях. Мы начинали буквально с 50 человек на наших турнирах. Сейчас у нас крепко 250-300. Это стандартный такой джентльменский набор, если можно его так назвать. Стремимся к 500, а может и к 1000. Ну, хотим вообще, какие планы? Планы нам уже предложили сделать Россию, то есть российский турнир по панкратиону. Панкратион – это то же самое, что и смешанный вид единоборств, только немножко безопаснее, чуть-чуть. Солидное число поклонников грэпплинга собирает гран-при потомки Ермака. В этом году запланировано 5 этапов турнира. Четыре из них в Заводуковске, Ишиме, Тюмени и Тобульске уже позади. Организация их стала возможна благодаря стратегии развития, когда был выигран грант в рамках форума «Утро». Мы, во-первых, имеем большой уже опыт и грантового участия, и вообще организации соревнований, поэтому мы смогли увидеть, что мы сможем сделать это качественно и на хорошем уровне, и при этом есть в этой идее высокая значимость, потому что действительно, в Заводуковске и Ишиме приезжали, это впервые в жизни у них соревнования по грэпплингу, при этом вид спорта популярный, у него высокий потенциал роста есть. Важна еще и качественная составляющая. Легко на ковре здесь не бывает никому. Обычное дело, когда поединки продолжаются максимально возможное количество времени. Где-то он довольно-таки высокий, но именно здесь он очень высокий, поскольку противники очень сильные, очень техничные, и не всегда ты сможешь победить за счет грубой силы, нужно уметь везде. Стереотипы о том, что борьба сама по себе – это дело мужское, уже давно никто не воспринимает всерьез. В турнирах Тюменской ассоциации панкратиона и грэпплинга девушек пока не особенно много, но главное – начать. Я как-то занималась вольной, и у нас были соревнования, вот первые, это вот вроде тоже что-то похожее на потомки Ермака, и мне такой тренер – иди выступи. И я такая – ну ладно, почему нет? И вот занесло. Все, хочу втянуть в свою подругу, чтобы она раньше тоже занималась смешанными. Я говорю, давай, у тебя все получится, все будет круто. А еще грэпплинг, хоть и не прикладная наука, обязательно научит думать и анализировать. Интеллектуальное, мне кажется, развитие, поскольку грэпплинг, то есть и бразильское джиу-джисо сравнивают с шахматами на ковре. То есть на начальном этапе возможно побеждать за счет какой-то там физической силы, то есть за счет каких-то скоростно-силовых данных. А в дальнейшем, как бы, у всех борьба развивается, и это все работает в совокупности. Если маленький технический арсенал, но хорошие физические данные, на одних физических данных не вывезешь. В гран-при потомки Ермака позади уже четыре этапа. Совсем скоро финальный. Пятый пройдет в Тобольске 10 мая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова